Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как доказать неверующему человеку, что существует Бог? Бог. Вообще нужно ли это делать, если происходит такой диалог? Очень интересный вопрос. Дело в том, что Библия нигде не доказывает существование Бога. Библия написана с ясной предпосылкой того, что Бог существует. И в нескольких местах, где Писание касается этой темы, оно делает очень однозначное утверждение, которое можно сформулировать так. Каждый человек в глубине души знает, что Бог есть. Откуда это? Откуда это утверждение? Это утверждение, оно формируется из наличия огромного количества свидетельств вокруг о том, что наш мир построен тем, кто намного выше нас. Это во-первых. И во-вторых, объяснение того, что мир произошел от «он был сотворен Богом», оно наиболее естественное, оно намного более естественное, чем любое другое объяснение. Об этом достаточно ясно говорит апостол Павел в послании к римлянам. Первая глава послания к римлянам, она представляет эту картину таким образом. В 18-й сих здесь сказано следующее. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды». Дальше сказано. «Ибо» или «потому что» «то, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». То есть Библия утверждает, что каждый здравомыслящий человек, глядя на окружающий мир, может получить достаточно много свидетельств, которые подтверждают факт существования сверхъестественного Творца, того, кто имеет достаточно мудрости, чтобы создать такой мир, кто имеет достаточно силы, кто имеет какую-то цель в этом, то есть это должна быть Личность, кто достаточно добр к нам, людям, потому что он так много доброго здесь заложил, в этой земле, для того, чтобы мы могли этим пользоваться. Вот об этом Писание утверждает и говорит достаточно ясно. Дальше 20-й стих говорит. «Ибо невидима Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений, видимы так, что они безответны». В другом месте, в псалмах, в двух даже псалмах, псалмопевец приводит другое утверждение. Он говорит, сказал «безумец в сердце своем нет Бога». То есть здесь сказано о том, что отвержение существования Бога нелогично, неррационально, оно менее рационально во всяком случае, чем поверить в то, что Бог существует в действительности. Исходя из этого, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, у каждого человека есть достаточно свидетельств вокруг, чтобы они могли подтвердить, что Бог существует. И те, кто этого не делает, у них есть какие-то другие причины, которые лежат не в сфере доказательств, а в сфере чего-то другого, которые заставляют людей подавлять истину неправды. По этой причине, если ты доказываешь человеку то, о чем он и так догадывается где-то в глубине, ты не отвечаешь на его проблему. Его проблемы в другом, его проблемы в тех причинах, которые есть у него, они могут быть разные, которые заставляют его искать доказательств против существования Бога, подавлять существование Бога. Поэтому в данном случае чаще всего мы ничего не решим. Скорее всего, это будет спор, это будет какое-то противостояние, которое не убедит человека. В то же самое время полезно говорить о доказательствах существования Бога к тем людям, которые хотят его найти. Если люди искренно хотят найти Бога, это будет выражено прежде всего во внутреннем состоянии смирения перед Богом. То есть человек понимает, что он маленький, а есть кто-то большой. И человек тогда будет задавать вопросы для того, чтобы найти этого большого. Именно так апостол Павел когда-то говорил к философам в Афинах, 17 глава Деяния апостолов, он говорит, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий. И заканчивает он это предложение или этот абзац с очень ясным утверждением, чтобы они искали Бога. То есть вот эта цель, для которой Бог сотворил человека, и он дал человеку разум, способный искать, и он дал внешние свидетельства, которые помогут человеку прийти к Богу. Может ли это быть таким знаком, помогающим верующему человеку понимать, где надо свидетельствовать, где не надо? Вот если он видит, что человек вообще слышать не хочет, не надо прессовать. Спорить не надо ни с кем. Спорить ни с кем не надо. Вот почему 3 глава 1 послания Петра, 15 стих, сказано, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчёта дать отчёт с кротостью и благоговением. То есть там, когда люди спрашивают, когда они готовы слушать. Есть такое утверждение, которое приписывает ещё древним грекам, которое звучит так, научить нельзя никого, научиться можно всякому. Как относится тогда к этому служению такому, когда по городу ходят, там на углу кричат, там проповедуют или к людям подходят, начинают разговаривать. Нормально это? Ну, может быть нормальным, может быть очень даже нормальным. Почему? Если человек ставит перед собой цель найти того, кто заинтересован, если он делает это воспитанно, то это может быть хорошо. И кто-то, я знаю нескольких таких уличных евангелистов, которые очень успешны. И они могут подойти к человеку, кто-то отвернётся и отмахнётся, а кто-то заинтересуется, и получается хороший разговор, и люди приходят ко Христу. То есть важно вообще, как говорит христианин, да? Очень важно. Я помню, кажется, Францис Шефер сказал, что для меня важно не доказать, а показать Бога. И он говорит, что когда отходит от меня человек, спорящий со мной, чтобы у него остались такие мысли, что Францис Шефер со мной не согласен, но Францис Шефер любит меня. Это вот точно к чему нам надо стремиться. Это точно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Пожалуйста. Спасибо, друзья. На сегодня всё. Благослови вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и Ватсап 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slovo.org А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok